Родимся Привет, геймеры! Как я и обещал в прошлой передаче, сегодня вас ждет куда большее количество игр. И поверьте, плохих среди них вы не найдете. А также вы увидите новость игрового мира, подведение итогов викторины и многое другое. Оставайтесь с нами на протяжении 25 минут в эфире про игры. С вами Артур Лапаринш и традиционная рубрика нашей передачи «Пробежка». Что-то в последнее время очень много игр, посвященных военной тематике. И сегодняшняя наша игра тоже не будет исключением. Итак, встречайте, мультиплатформенный продукт «Конфликт в Вьетнам». Так, давайте сразу расставим все точки над «и». Во-первых, «Конфликт в Вьетнам» затачивался не только для PC. Это мультиплатформенный проект, и именно так к нему надо относиться. Во-вторых, игра очень даже неплохая. Но на фоне популяризации жанра присутствует наличие серьезной конкуренции. Так что можно было сделать и получше. А теперь, после подведения итогов, давайте рассмотрим поподробнее и саму игру. Перед нами экшен от третьего лица. Или от первого. Кому как удобнее играть. Я лично предпочитаю постоянную смену видов. Где разворачиваются боевые действия, надеюсь, видно даже самым одаренным геймерам. В нашем распоряжении 4 бравых солдата. Давайте условно назовем их снайпер, пулеметчик, сапер и медик. Хотя, по мере прохождения и накопления опыта, их можно переквалифицировать в другие профессии. Просто развивая нужные навыки. Управлять можно любым из членов отряда, переключаясь между ними по мере необходимости. Ведь наши ребята, хоть и бравые, далеко не супермены. Десятки видов стволов таскать на себе не могут. Вот и приходится специализироваться. Хорошо хоть, что оружие можно подбирать прямо на поле боя. Взяв под личную опеку одного из подчиненных, другим можно и даже нужно отдавать различные команды. Следовать, прикрывать, лечить. Никуда не исчезли и транспортные средства, лодки, джипы. В общем, итог мы подвели еще в начале. Остается только добавить, что на приставках конфликт в Вьетнам пойдет на ура. А вот на персе это развлечение для любителя. Хотя развлечение стоящее. Еще в конце прошлого века на PlayStation появилась игра, которая называлась Medal of Honor. Потом серию портировали на PC, где она успешно развивается и по сей день. И прямое тому доказательство новый аддон Medal of Honor Pacific Assault. Аддон. Опять аддон. Нет, я не огорчен. Прекрасно понимаю, что в Electronic Arts нужно срубить еще немножко зелени из геймеровских карманов. Для того, чтобы продолжить радовать их же игроков новыми и качественными играми. Вот и хаваем мы продукты-клоны с небольшими генетическими изменениями. Конечно же, всегда в лучшую сторону. Хотя разработчики стараются изо всех сил, в надежде, что у нас не возникнет дежавю. Первое, что бросается в глаза после начала игры в Medal of Honor Pacific Assault, так это новый, собственноручно сделанный движок. Не буду объяснять преимущества такого поступка, но Electronic Arts огромный респект. Также в игре сменен район боевых действий. Теперь мы отправляемся на Тихоокеанский фронт. Конечно, не ново, но еще не так приелось. Как и в предыдущих частях, в одиночку ходят только самоубийцы или сумасшедшие. Так что ты, либо часть идейной цепи, где каждое звено прикрывает друг друга, а командир тебе мать, отец или наставник, либо сразу заказывает цинковый гроб подходящего размера. Постепенно, из зеленого салаги, наш подопечный превратится в матерого воина. Хотя опытные геймеры, прошедшие не одну войну, буквально сразу могут приводить первого во второго. Особо радует работа, проделанная над различными мелочами игрового процесса. Раскрывать все карты я, конечно, не собираюсь. Сами все увидите, когда начнете играть. А вы начнете, уж поверьте. Ведь перед нами достойный конкурент Call of Duty United Offensive. Хотя я почти уверен в победе последней. Добро пожаловать во вселенную Вархаммер. В этот раз студия Релик обрадовала нас своим новым детищем. Своё начало Вархаммер берёт из настольных игр. И вот уже на протяжении 20 лет из настольных игр игра переродилась. И получила своё новое обличие на компьютере. Вархаммер 40 тысяч. Dawn of the War. Это полностью трёхмерная стратегия в реальном времени во вселенной Вархаммер 40 тысяч. События в игре разворачиваются в 40-м тысячелетии нашей эры. В мрачном техногенном будущем. Для того, чтобы успешно играть в Dawn of the War, вовсе не обязательно знать правила настольного прототипа или историю мира Вархаммер. Игра унаследовала от своего первоисточника стиль и общий бэкграунд. А также возможность создания уникального дизайна своей армии. К сожалению, не обошлось и без потерь. Количество играбельных рас в Dawn of the War по сравнению с настольной игрой было сокращено вдвое. Всего представлено 4 расы. Это Империя Человека, Орки, Хаос и Эльдары. Хочется отметить систему боя. Пехотинцы имеют не только шкалу жизни, но и мораль. Со взводом можно делать всякие интересные штуки. Его можно пополнять новыми войнами, покупать различное оружие и броню. А также вы можете приобрести закругленькую сумму командира, поднимающую боевой дух отряда. На поле боя перманентно творится ужас и поругание, периодически вводящие даже не самые слабые машины в состояние легкого ступора. Геймплей щеголяет продвинутой баллистической моделью, серьезной физикой и правильными пропорциями. Дизайнеры Relic приложили максимум усилий для того, чтобы их детище штурмовало сердца игроков не только красивым движком и интересным мультиплеером, но и уникальным геймплеем. Про игру можно рассказывать многое, и все равно я не смогу передать всю ее суть. Как говорится в старой пословице, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поверьте, смотреть есть на что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более 30 видов компьютеров на любой вкус и для любого кармана. Огромное количество комплектующих. Профессиональные консультанты. 35, 16, 92, 44, 74, 45. Положите в Северском фару торговый центр «Балтик-Пестиж». Пократионная в 68. Сеть компьютерных салонов «Новая система». В эфире новости игрового мира. Самыми последними анонсами от зарубежных и отечественных разработчиков. Ну, кто из вас не знает известную российскую команду разработчиков из «Невал Интерэктив»? Не так давно они порадовали нас замечательной стратегией «Блицкриг». И вот весной следующего года нас ждет вторая часть этого шедевра. Готовьтесь, геймеры. На сей раз игра предстанет перед нами в полном 3D. Может, игр столь специфического жанра, как симулятор мэра, выходит и не так много в наши дни. Но фанаты Сим-Сити и подобных игр ждут, надеются и верят. И мы тоже надеемся, что Immortal Cities Children of the Nile станет глотком свежего воздуха в образовавшемся застое. Осталось только ждать совсем немного. И вскоре мы очутимся в шкуре фараона. И поймем, как непросто управлять Египтом. Спецназ «Операция Волк». Именно так называется новый тактический симулятор от отечественных разработчиков. Игра выйдет в декабре и, надеясь, докажут, что и у нас родится достойный ответ знаменитой линейки продуктов под эгидой Тома Клэнси. Я пошел. Позицию занял. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Если честно, я не являюсь таким уж большим любителем симуляторов подводных лобок. Ни в одну игру подобного жанра даже и не играл. Но если их делают, значит, это кому-то надо. Вот и Ubisoft в ближайшем будущем выпустит на субгеймерам очередную, а если точнее третью часть известной сели Silent Hunter. В конце текущего года Atari выпустит свой новый слэшер по мотивам известной многими вселенной Fall Gotham Realms. Игра так и будет называться в Fall Gotham. И, судя по увидимому, нас ждет красивая и интересная игра. Три героя, необразимый толпы чудовищ и непрекращающаяся массажка. Радуют, что поиграть в нее смогут и владимцы приставов. Сколько бы ни припирались между собой любители различных жанров, сколько бы ни приводили доказательств, ясно одно. Жанр квестов умирать пока не собирается, даже несмотря на то, что хоронят его уже несколько лет. The Moment of Silence, судя по первому взгляду, будет весьма неплохой игрой с недурцейной графикой. Лишь бы сюжет не подкачал, но о нем мы узнаем только в конце года. Все любители варгеймов в скором времени получат еще одного представителя этого жанра в свою коллекцию. Речь идет об игре Will of Steel. И если геймплей и игровые фичи ничего нового в принципе не сулят, то графическое оформление оставляет только положительные эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok Очередной выпуск новостей игрового мира закончился, но проигры продолжаются. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. Лицам со слабыми нервами я бы порекомендовал вас держаться от дальнейшего просмотра нашей программы. Минуты так на две, так как сейчас будет Silent Hill 4. Это новый сурвайл-хоррор от Кодами. Итак, Silent Hill 4. Представьте себе такую ситуацию. Вы приехали отдохнуть на холмистый курорт. Сняли комнату в шикарном отеле. И в первую же ночь вас начинают мучить кошмары. Ладно бы кошмары мучили только первую ночь. Они приходят к вам каждую последующую ночь. Прямо по расписанию. А однажды вы просыпаетесь утром и слышите странные звуки. С вашей Water Closs Room. В панике вы пытаетесь покинуть свою комнату. Но все двери заперты. И любая попытка их открыть не увенчалась успехом. Кроме одной двери. Откуда доносились странные звуки. За которой вы обнаружите самую настоящую черную дыру. Мгновенно вы понимаете, что это единственный шанс покинуть этот странный отель. Перекрестившись и взяв на всякий случай кусок трубы, вы лезете в черную дыру. Где вас ни много ни мало ждет самый настоящий параллельный мир. Ух, не хотел бы я побывать в такой ситуации. И Генри не хотел. А попал. Круто он попал в Silent Hill. Давайте народ, помогайте ему. Ну что, геймеры, вооружаемся джойстиками или клавиатурой. Так как Konami разработала игру как для персонального компьютера, так и для PlayStation 2. Вооружились? Чудненько. Вперед, по неизведанным просторам Silent Hill. Пока вы не разбежались, хотел бы отметить некоторые отличия от предыдущих частей. Во-первых, это графика. Новый движок, и этим все сказано. Только слепой не заметит всю прелесть нового графического движка. Во-вторых, изменения коснулись инвентаря. Отныне карманный арсенал ограничен, и носить с собой одновременно бит, углом, автомат, пистолет и еще прицепом пару ножей не получится. Придется выбирать предметы и оружие в реальном мире. В-третьих, игра теперь четко делится на две части. Пока Генри находится в своей комнате и обдумывает следующий шаг, игра демонстрирует нам происходящее от первого лица. Однако, попадая в параллельный мир, игра сразу меняет свой образ на привычный. Также хотелось бы особо отметить местный террариум параллельного мира. Один только кусок торса с двумя детскими головами, чего стоит. Видно сразу, в кивасовский взгляд разработчиков на обитателей параллельного мира. Так что, фанаты настоящего сурвайв-хоррора, не пропустите эту игру мимо себя. Напоследок совет. Прежде чем поиграть в Silent Hill 4, запаситесь лекарством от недомогания. Лисам со слабым сердцем – валиду, остальным – корвалу. Они пригодятся, поверьте. Существует две категории любителей компьютерных игр. Те, кто играет в Sims и те, кто их ненавидит. Вообще-то, среди нашего коллектива вы не дадите ни одного, кто бы приезжал к первой группе. И, если честно, мы не очень хотели браться за рассмотрение второй части этой игры. Однако, нельзя отрицать тот факт, что поклонников данной серии насчитываются миллионы. И поэтому проигнорировать в Sims 2 мы просто не можем. Это безумие началось еще в 2000 году, когда Максис подарила миру симсов. Эти самые любимые и ненавистные симсы на протяжении почти пяти лет не выпускали игровую общественность и своим загребущих до зелени лап. Аддоны выходили с завидной регулярностью. Геймеры сутки напролет погружались в виртуальный мир нереальной жизни, создавая свою собственную иллюзию бытия. Уходя все дальше от реальности, день ото дня они забывали о повседневных проблемах и решали несуществующие. Честное слово, мне их очень жаль. Да простят меня фанаты этого сериала. Что ж, мы постараемся быть более объективными и обратим свое внимание на то, что все-таки смогло пробудить в столь многочисленной публике любовь к этим маленьким человечкам. Прежде всего, нельзя не отметить, что вторая часть по сравнению с предыдущими заметно преобразилась. Это касается в первую очередь графики. Какой любитель мыльных сериалов не хотел хоть раз в жизни побывать на месте обожаемого героя, самому поучаствовать в семейных сценах, разворачивающихся перед их экранами, подглядеть в самый затаенный уголок дома и посмотреть, не завалялось ли там чего. Основную концепцию геймплея разработчики решили не менять, наверное, испугались. Принципиально новой явилась возможность создания своего Сима мало чем отличающимся от вас самих. Процесс генерации вашего героя сам по себе представляет независимую игру, которая может увлечь даже самого заядлого Сима-ненавистника. Ведь вы можете создать полное подобие себя любимого, а также выбрать себе в пассии, например, свою первую школьную любовь. Строенные законы генной инженерии позволяют посмотреть, какое потомство ожидает вас в будущем. И не удивляйтесь, если ваш ребенок окажется похожим на соседа. Особое внимание уделено строительству вашего сказочного дома, где вы можете воплотить любые мечты, выбрать интерьер вашего помещения до мельчайших деталей. А разнообразие фасада земельного участка не может не радовать. И кто знает, может из вас и получится хороший дизайнер. Вообще, Симс 2 максимально приблизилась к имитации человеческой жизни. И если рассматривать ее по всем канонам жанра, то Симулятор получился не просто неплохим, а великолепным. Говорю вам это, как ненавистница данной серии. Разработчики не упустили даже такие аспекты человеческой жизни, как воспоминания. Вы можете пользоваться как обычным дневником с записью самых важных моментов из жизни ваших символов, так и оставлять самые настоящие, если уместно здесь будет это слово, фото и видеоархивы. Так что теперь вы в любой момент сможете восстановить ход событий и наблюдать за лучшими сценами ваших подопечных. Кстати, выбор действия вашего Сима относительно жителей городка заметно расширен. Если вы поиграете немного в Симс 2, вы поймете, о чем это я. А поиграть стоит всем, хотя бы несколько часов. Вопрос в том, сумеете ли вы оторваться от виртуальной реальности. В общем, Симс 2 — это предел мечтаний для всех фанатов серии, способный увлечь геймеров в свой мир на очень долгое время. Ну а когда надоест, мы получим очередной аддон. Можете не сомневаться. Можете не сомневаться. Мы находимся в торговом комплексе Baltic Prestige в компьютерном салоне «Новые системы». Если вы внимательно смотрели все наши прошлые выпуски, то помните, что в августе мы вас знакомили с видеокартами на чипах NVIDIA. Сегодня же мы хотим поговорить о Родионах от известного производителя компании «Сапфир». Более 30 видов компьютеров на любой вкус и для любого кармана. Огромное количество комплектующих. Профессиональные консультанты. 35, 16, 92, 44, 74, 45. Положить в Северском плане торговый центр Baltic Prestige в Родионах 68. Сеть компьютерных салонов «Новые системы». Компания «Сапфир» является важнейшим поставщиком графических плат АТИ во всем мире. «Сапфир» разрабатывает, производит и продает самый полный спектр видеоплат АТИ. От «Эксперт-98» для массовых компьютеров до новейших суперплат на основе Родион X800. Начнем мы с АТИ Родион 9200. Бюджетный чип АТИ, который призван заменить Родион 9000. Отличие в сравнении с последним заключается лишь в поддержке АГП-8Х. В основе графического чипа лежит все то же ядро – Родион 8500, но с одним текстурным блоком на конвейер и четырьмя этими самыми конвейерами. Родион 9200 обладает не совсем полной поддержкой Дилет X9, так как в его основе лежит 8500, а значит присутствует лишь полная поддержка Дилет X8.1. Также выпускается Pro-версия ядра Родион 9200 Pro, которая отличается более высокими частотами. АТИ Родион 9600 – это новый чип для массового рынка, который пришел на смену Родион 9500. В основе данного видеопроцессора лежит R350. Как и предшественник, данная видеокарта имеет 4 пиксельных конвейера. Включить остальные невозможно, так как ограничение физическое, а также два блока вертикальных программ. Чип производится по технологии 0.13 микрон и имеет 75 миллионов транзисторов. Рекомендованные частоты для видеокарт, построенных на базе АТИ Родион 9600, составляют 325 МГц для графического ядра и 400 МГц для памяти, а для 9600 Pro – 400 и 600 МГц соответственно. Ну и напоследок 9800. Новый флагман АТИ – кодовое название R350, призванный заменить Родион 9700. В основу 9800 легло обновленное и оптимизированное ядро R300. Изменения коснулись тактовой частоты, которая возросла, а также блока программы шейдеров, которые теперь будут иметь технологию F-буфера, что теоретически позволяет использовать код программы бесконечной длины. Тактовые частоты, как упоминалось выше, были увеличены. Технологический процесс и тип памяти остались прежними. 0.15 микрон и обычная DDR память. Однако, по заявлению АТИ, 9800 поддерживает и DDR2. Но реализация последней очень дорога, поэтому данный тип памяти применен в более дорогой версии АТИ Родион 9800 Pro. Все платы выполнены в столом соответствии с оригинальными конструкциями, что обеспечивает традиционно высокое качество изображения. Так что данное устройство пользуется заслуженной популярностью среди множества производителей и крупных сборщиков компьютеров. И снова в нашей передаче речь пойдет о «Звездных войнах». Но на сей раз очередная игра этой серии предстанет перед нами в совершенно новом для себя жанре, прородителем которого является известный многим Battlefield. Итак, встречайте, Star Wars Battlefront на PlayStation 2. А ведь если хорошо подумать, то выходит, что «Звездные войны» имеются их представителей почти во всех жанрах. Стратегии, экшены, симуляторы, гонки. Конечно, не все игры плохие. А в последнее время и вовсе начинают появляться только качественные продукты. Надеюсь, что Лукас Артс будет и впредь придерживаться подобного правила. Star Wars Battlefront копирует идею легендарного Battlefield. Кто играл, поймет. А если кому не посчастливилось познакомиться с упомянутым хитом, постараюсь в двух словах объяснить концепцию игры. На каждой карте воюют две противоборствующие стороны. Их — Орда, а нас — Радь. И каждая из сторон пытается всеми доступными и недоступными способами захватить и удержать контрольные точки. Определившись, за кого играть, предстоит выбрать себе солдата. Штурмовика, снайпера, ракетчика или любого другого воина. Причем после каждого респауна можно менять героя. В игре представлены дроиды, гунганы, постарцы, империя. И у каждого свой собственный набор юнитов. Не стоит также забывать и о транспортных средствах, которые находятся на поле боя. Ведь если есть возможность поездить на танки, глайдере или полетать на X-Wing или T-Fighter, стоит ли вообще бегать на своих двоих? Мы сможем повторить все масштабные сражения, увиденные нами за все пять фильмов этой космической саги. Наверное, многие из вас хотели бы, чтобы в битве на спутнике планеты Эндор победила империя, а в сражении за Набул гунганы проиграли. Теперь вы сможете перекроить историю по-своему. Продолжаем рассказ о PlayStation 2. Возвращайтесь и фанаты серии Silent Hill и Resident Evil в частности, потому что в магазине TomDenty на нашу с вами любимую приставочку появился новый survival horror Obscure, о котором сейчас и пойдет речь. Еще в конце прошлого века вышедший на первой сонке незабвенный Resident Evil породил новый жанр – survival horror. Потом появился Silent Hill, Fatal Frame и другие игры, желающие раньше срока сделать нас седыми и нервными параноиками. Ужастики стали модными, и многие компании пытаются вынести на это поприще свой хит, как всегда лучше, чем у других. Но и нервы у нас стали покрепче, так что Obscure сможет напугать только тех, кто не играл в лучших представителей этого жанра. Группа друзей, учащихся в колледже, оказывается в неприятнейшей ситуации. На их учебное заведение нападает непонятно кто и непонятно откуда. В общем, монстры. И теперь героям нужно не только выжить в этом хаосе, но и разобраться в происходящем. Правда, до финиша, как это всегда бывает, дойдут не всем. Нам предстоит исследовать весь колледж и его окрестности, решать загадки, искать ключевые предметы, а также холодным и огнестрельным оружием изводить всю нечисть, встречаемую на пути. Кстати, делать все это придется не в одиночку. С вами почти всегда будет бегать напарник, который в случае чего прикроет спину. А может и не прикроет. Я ведь сказал, что не все выживут. Obscure, конечно, до Silent Hill далеко, но если обойтись без сравнения, то получится очень хорошая игра. Рекомендую всем поклонникам жанра. А сейчас настало время подведения только викторины от наших спонсоров компании «Поиск связь». Пришло огромное количество ответов, но выбор победителя не составило большого труда. Единогласно мы решили вручить приз Шестакову Андрею за самый лучший ответ. Андрей, мы тебя поздравляем и приглашаем прийти в офис компании «Поиск связь» по адресу проспект Мира, Бозинец, А, где ты получишь пополнение своего счета на целых тысячу рублей. Ну а те, кто не победил в нашей викторине, просьба не отчаиваться. В следующих передачах мы продолжим про сдачу призов. Ну вот очередной выпуск передачи про игры близится к своему завершению. На протяжении всей программы для вас играли Артур Лапурнич и Павел Салтыков, а также другие не менее ординарные личности. Кстати, наш следующий выпуск будет слегка необычным. И оправдает свое название на все 100%. Но мы не будем открывать пока все карты. Подождите две недели, и вы сами все увидите. До новых встреч, геймеры! Субтитры создавал DimaTorzok